Здравствуйте! Это программа «События дня» в студии Анастасии Николаева. И прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых и интересных новостях к этому часу. Сегодня в выпуске. Избирком Карачаева-Черкесии и Общественная палата Республики подписали соглашение о совместной работе на сентябрьских выборах в Госдуму. Осторожно, поезд! В Черкесске водители призвали не рисковать жизнью на железнодорожных переездах. Вода прибывает. Жильцы частного сектора в Черкесске не могут справиться с грунтовыми водами, которые затапливают подвалы, дворы и огороды. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Сергеем Рощенко, который представил доклад о своей деятельности за минувший год. В первую очередь, как помогли бизнесу меры поддержки, принятые на уровне как Республики, так и всей страны. Большинство предпринимателей региона этими мерами воспользовались, что позволило им сохранить бизнес и рабочие места. Также Абусмен дал оценку предпринимательского климата в Карачаево-Черкесии и внес ряд предложений по его улучшению в регионе. Рашид Темрезов дал поручение правительству республики совместно с уполномоченным проработать эти предложения и обозначить дополнительные меры по содействию предпринимательской деятельности. Ну а избирком Карачаево-Черкесии и Общественная палата Республики готовы к тесному сотрудничеству. Они пришли к соглашению о взаимодействии, которое подразумевает совместную работу по подготовке и проведению предстоящей в сентябре избирательной кампании в Государственную Думу. А главное, оно будет способствовать открытости и гласности избирательного процесса. До выборов в Государственную Думу не так много времени, поэтому подготовка к предстоящей кампании идет активно. Пока политические партии выдвигают кандидатов, представители избиркома встречаются с общественными наблюдателями, чтобы еще раз обсудить совместную работу, а также порядок проведения голосования, которое должно пройти прозрачно и честно. А это будет зависеть не только от членов избирательной комиссии, но и от наблюдателей, которые должны внимательно следить за выборным процессом. Не столько важен какой-то цифровой результат, сколько важно, как прошли выборы, важно, насколько их результаты легитимны, насколько им доверяют. И поэтому очень сложно переоценить роль этих наблюдателей. Для нас это, с одной стороны, строгий такой взгляд со стороны на работу избирательной системы, потому что они фиксируют нарушения, они так настаивают на их устранении, когда они их видят. Списки наблюдателей от общественной палаты в нашей республике уже сформированы. Более того, все они прошли обучение. Ведь в текущем году перед ними стоят новые вызовы, которые требуют новых подходов, знаний и навыков. Наблюдатели должны уметь ориентироваться в правовых вопросах, проверять информацию, грамотно реагировать на любые жалобы и конфликты. И, конечно же, не должны быть подвержены давлению манипуляциям со стороны заинтересованных лиц. Общественный наблюдатель своего рода арбитр избирательного процесса. И главное его достоинство – независимость. В отличие от наблюдателей от партии кандидатов, которые все-таки защищают интересы своей партии, своего кандидата, наблюдатели общественной палаты не имеют каких-то личных, скажем так, личной заинтересованности. Это наиболее активные граждане нашего общества. Это представители различных общественных организаций, движений. Это люди разные по возрасту, по уровню образования, по роду занятий. Но это те, кто захотели прийти и стать наблюдателями. Таких, вот в компанию, которую нам предстоит, уже 518 человек. Напомним, что в Карачаево-Черкесии сформирован штаб общественного наблюдения за выборами, где в режиме онлайн можно будет следить за голосованием на каждом участке. А еще в территориальном избиркоме будет работать горячая линия и мобильная группа, которая в случае конфликтных ситуаций выйдет на место для их устранения. Но стороны надеются, что предстоящая избирательная кампания пройдет без них. Дарья Назарова, Айвар Барануков, Архиз-24. Осторожно, поезд! Черкесск присоединился к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. Совместно с ГИБДД и региональным Минпромом железнодорожники раздавали водителям листовки с призывом соблюдать осторожность и не рисковать собственной жизнью. Наш корреспондент Анзор Курбанов также присоединился к этой акции. Александр Пугачев, заступая на смену, обеспечивает безопасность поездов и автомобилей на ЖД-проезде. В среднем за сутки он отрабатывает 5-7 поездов и регулярно видит нарушения со стороны водителей. Хорошо, хоть несчастных случаев на его памяти тут пока не было. Пытаются проскочить, торопятся, тем самым нарушают правила движения дорожного. Тут шлакбаумы не пластиковые, это травмоопасно. Были случаи, не на моей смене, когда шлакбаумы сносили, машину ломали. Насколько важно безопасность наблюдать на первой дороге? Это очень важно, потому что могут поставить и водители, и другие люди могут поставить поезд. Если машину зацепит, путь тормоза будет идти до километра. Поэтому шансов не будет практически никого. Игнорируя предупреждающий звуковой сигнал и красный свет семафора, особо отчаянные водители пытаются проскочить прямо перед локомотивом, не понимая, что сами загоняют себя в ловушку. К счастью, большинство людей за рулем понимают, к чему может привести нарушение правил и соблюдают дисциплину на аварийно-опасных участках. Безопасность самое главное. Самое главное. Сейчас транспорта много. Много всяких нюансов. Конечно, надо людей направлять. Вот здесь опасно, здесь кто, здесь кто. Но этим занимаются службы, конечно. Вы телевидение, вы должны освещать. Занимается ГИБДД. Совместно с ГИБДД и Минпромом КЧР железнодорожники провели акцию на переезде 50-го километра станции Черкеск, раздавая листовки с призывом соблюдать осторожность на пересечении железных и асфальтовых дорог. Здравствуйте. Сегодня 10 июня, всемирный день привлечения внимания к переезду. Это особо опасный указан к дороге, пересечения, ДТ-пути и автомобильных дорог. Будьте внимательны, вот вам памятник, посмотрите. Счастливо, да. До свидания. Сегодня проводится акция. Пожалуйста, возьмите, прочитайте, не нарушайте, пожалуйста, проезды. ЖД-переезд является у нас, сами понимаете, что опасным. Так что внимательно, пожалуйста. К слову, за 2020 и 2021 годы происшествий на железнодорожных переездах республики еще не было. А вот в 2017-м на железнодорожном переезде в Аулер-Кен-Шахар несчастный случай унес жизнь целой семьи. В 2019-м на переезде села Знаменко еще два случая. Уже без летальных исходов. Однако с тяжелыми травмами для пассажиров авто. Мы проводим эту акцию, так как безопасность, так как безопасность дорожного движения, в том числе и на железной дороге, и на автомобильных трассах, это ключевая задача министерства. И в этом направлении ведется постоянная работа. И в дальнейшем она будет вестись для профилактики, для предотвращения, для уменьшения количества случаев ДТП на железной дороге. Учиться лучше на чужих ошибках. Чтобы такие случаи не повторялись, профилактические акции проводятся ежегодно. Ведь железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. И лихачить тут буквально в смысле смертельно опасно. Анзор Курбанов, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24. Лекарства в интернете могут быть опасны. В МВД по Карачево-Черкесии подвели итоги региональной части операции «Пангея». Она направлена на профилактику и пресечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом в интернете лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащих запрещенные для использования компоненты. В операции приняли участие сотрудники Национального бюро Интерпола, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, по контролю за оборотом наркотиков и других служб МВД Республики, а также представителей регионального ФСБ и Росздравнадзора. Было обнаружено 6 жителей республики, предлагающих за денежное вознаграждение услуги по доставке лекарственных препаратов из-за рубежа. Также были проверены медицинские организации и аптечные сети по продаже лекарственных средств в регионе. Выявлено 11 фактов распространения фальсифицированных лекарств, вызывающих сомнения в подлинности или находящихся в обращении с нарушением требований законодательства. Изъято более 600 единиц нелегальных фармацевтических товаров. Вода вновь прибывает. Жильцы частного сектора в Черкесске не могут справиться с грунтовыми водами, которые затапливают их подвалы, дворы и огороды. Сезон дождей, который в этом году затянулся, только усугубляет ситуацию. Когда и как разрешится ситуация, разбирались мои коллеги. Дожди в республиканской столице все никак не прекращаются. И вместе с ними не прекращаются проблемы у жителей частных домов Черкеска. В гостях у Мухаммеда Балова, который проживает на улице Киевской, мы были буквально неделю назад. Глубина воды в его подвале достигала тогда 40 сантиметров. Сейчас здесь без малого метр. Ну, 80-90. 90 сантиметров. Ага. Ну, еще можно сказать, что вчера метр, да, был? Да. Вода в подвале наносит дому серьезный урон, нарушая фундамент по всему периметру. И все это уже не первый год. Когда здание начнет разрушаться, вопрос времени. Ну, поднялась с того времени, ну, сантиметров, наверное, на 30-40. Это сейчас опустилась она еще. А то где-то сантиметров на 10-15 было больше. Мы померили, ну, где-то больше метра было. Помимо проливных дождей, ситуацию усугубляет забитый дренаж, который как раз и должен отводить от этих домов грунтовые воды. Сейчас коммунальщики республиканской столицы рассматривают все варианты решения ситуации с затопленными подвалами. И очистка дренажа – лишь один из возможных выходов. Мы сейчас ищем основное решение, куда увезти воду. Потом по домам, по адресам это будем уже отдельно отрабатывать. Вот эти адреса почему и записали. Если мы здесь решим проблему с тем, что куда воде деться, более-менее сейчас для себя что-то определили. Сейчас будем просчитывать. Но ждать никто не будет. Завтра выходят люди, которые начнут числить каналы. Причем две бригады, по-моему, у нас могут. Потом, послезавтра у нас эксплуатор выходит за дамбу. Тот участок будем числить. Никто не сидит. Мы хотим что-то сделать. Для себя, для вас хотим сделать в первую очередь. По данным гидромедцентра, в первую декаду июня в Черкесске выпало две с половиной календарных нормы осадков. Причем обильные дожди все продолжают заливать окрестности. Но городские власти обещают решить ситуацию в кратчайшие сроки, невзирая на погоду. Уже здесь получается проблема. Этот канал, который отводной, который существует, он загрязнен. Его надо очищать. Поэтому мы решили, что все начало будет всех работ именно отсюда. Поэтому будем ставить, уже запланировали серьезную технику. Поставим, будем чистить. И дальше уже, исходя с этого места сброса, будем непосредственно идти туда, ближе к микрорайону. И уже пойдем дальше, пойдем по улочкам, по переулкам, по домам. Как скоро решится, ситуация покажет время и наш телеканал. А пока остается надеяться, что и без того чрезвычайная ситуация не станет еще более серьезной. Алина Гидиева, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24. Ею гордятся, они помнят и ставят в пример. Сегодня в Черкесске открыли мемориальную доску Зульфе Баташевой, заслуженному работнику прокуратуры. В этот день они вспоминали друзья, коллеги и родные. Они поделились своими воспоминаниями с нашим корреспондентом. Она была жизнерадостным человеком, хорошим наставником и квалифицированным работником. В этот день про Зульфу Баташеву говорилось немало теплых слов. С ее смерти прошло уже больше 8 лет, но друзья, коллеги и родные Зульфе Абдуловной до сих пор тяжело переживают эту утрату. Для меня вообще это был эталон человека. Для меня она была старшая сестра, после родителей она была и мать, и отец. Ну, любое движение, любой совет всегда она принимала правильно. И действительно по ее совету, я думаю, что в жизни я тоже прожила не зря эту жизнь. И я до конца своей жизни буду помнить, и я буду беречь ее имя ничем никогда. И мои дети будут беречь ее имя, и никогда ничем не посрамят ни имя, ни свою республику, потому что среди нас был такой человек. И очень жаль, что она так рано ушла. Тепло отзываются о Зульфе Баташевой и сотруднике прокуратуры. Многие из них долго проработали с ней. И не понаслышке знают, насколько предана она была выбранной профессии. Не случайно Зульфа Абдуловна награждена нагрудным знаком, почетный работник прокуратуры Российской Федерации. А еще одна из немногих женщин на Северном Кавказе удостоенная генеральского звания. Для Калекана – эталон своей системы. Она человек безупречный во всем. В жизни, в быту, среди родственников. Мы здесь, в ее квартире бывали часто. Она любила нас собирать за теплым, хорошим чаем, хорошей компанией. Это человек с большой буквы, как в свое время говорили. И сегодня мы не можем о ней говорить, как о прошедшем времени. Она с нами. Потому что то, чему она нас учила, все в нас. И еще долго на ее личных примерах мы будем воспитывать в нашей системе молодых коллег. Как заслуженный работник прокуратуры России, Зульфа Абдуловна внесла большой вклад в укрепление законности и правопорядков Карачаева-Черкесии, за что была по достоинству оценена руководством республики. К слову, Зульфа Баташева была удостоена многих званий. Но главное, что она была порядочным и отзывчивым человеком, на каких сегодня должно равняться подрастающее поколение. Простые люди очень уважали ее, ценили. И сегодняшняя невероятная доска, которую мы открываем, это знак памяти Зульфа Абдулова-Нагуташевой. Но имеет большое значение, воспитательное значение для молодежи, для молодых работников прокуратуры, работников правоохранительных органов, для молодежи Карачаева-Черкесии. Например, таких великих людей строим и воспитываем достойных сыновей и дочерей нашей великой страны. Зульфия Абдуловна ушла из жизни в 67 лет. Но она навсегда останется в памяти ее родных и близких, друзей и коллег. А мемориальная доска на этом здании будет являться напоминанием, что здесь жил человек, оставивший после себя большой след. Дарья Назарова, Айвар Бурануков, Архиз 24. В Министерстве культуры Карачаева-Черкесии подвели итоги минувшего года. Несмотря на пандемию, работники культуры не обошли вниманием ни один район республики. Подробнее об этом в репортаже Анзора Курбанова. Джульетта Шенкао уже три года учит танцам детей в ДК Аула Старокувинск. Ансамбль Амра, в котором она преподает, не раз становился победителем различных конкурсов и представлял нашу республику на Всероссийской арене. За вклад в развитие культуры Карачаева-Черкесии Джульетта удостойна грамот от республиканского Минкульта. Конечно, мне было, безусловно, очень приятно, потому что это моя первая награда на таком хорошем, высоком уровне. Было безумно приятно. И это еще один показатель того, что наша деятельность не просто так, и что мы сможем детей вывести на очень хороший новый уровень. Безумно благодарна за организацию такого мероприятия. Было очень почетно. Радует, что в нашей республике такое большое количество людей, которые заинтересованы в выходе на новый уровень нашей культуры. О проделанной за год в республике культурной работе отчитался лично министр культуры Зурапа Гирбов. Отметив, что прошлый год хоть и был непростым, но практически все культработники смогли приспособиться к работе в передвижных концертных залах, объехавших почти все дворы республики. Ну, прошедший год, конечно, нельзя назвать успешным, потому что многие показатели не были достигнуты. Это и невозможно было в условиях пандемии. Но он нам показал, что в любых условиях можно работать. Надо быть просто гибче, профессиональнее, учиться новому. И задал импульс, который в этом году мы будем развивать и выводить культуру на новый уровень. Прежде всего, акценты мы будем ставить на повышение качества работников. Это и повышение квалификации, и обучение, и внедрение новых каких-то практик, которые уже успешны в других регионах. Новый подход к работе благодаря не только соцсетям, но и телевидению. Несмотря на тяжелую эпид-обстановку, учреждения культуры не прекращали работу, переведя ее в новый для себя формат. Несколько сот мероприятий, большая часть из них в 2020 году была в формате онлайн. И здесь я хочу поблагодарить вас за то, что, конечно, все по-разному, но нашли форматы работы онлайн, кто-то наладил трансляции. Здесь я хочу поблагодарить наших партнеров, телеканал «Архиз-24», который был здесь технологическим партнером многих учреждений культуры. Было снято много спектаклей, концертов, которые наша аудитория увидела в большей степени онлайн. И это направление, я уверен, в этом году нам нужно развивать. Кроме этого, министр отметил, что за последние пять лет в Карачаево-Черкесии введены в эксплуатацию более 30 новых или обновленных домов культуры, а также Центр культурного развития в Карачаевске. Анзор Курбанов, Радомир Князев, «Архиз-24». Вторая суббота июня, начиная с 2005 года, отмечается в мире как Всемирный день вязания. Раньше вязание считалось одним из любимейших занятий как молодых девушек, так и пожилых дам. Но сегодня его популярность значительно уменьшилась. Все реже можно увидеть женщину, вяжущую свитера или носки. Но оказалось, что моя коллега Игуль Баранукова знает мастерицу, которая питает особые чувства к этому успокаивающему и полезному ремеслу. Несколько тысяч движений крючком превращают моток пряжи в красивые сумки, рюкзаки и корзины. Для Замиры Чеховой вязание больше, чем просто хобби. Мастерица вкладывает в эти вещи не только мастерство и талант, но и частичку души. Наверное, поэтому ее работы восхищают, заставляют по-новому взглянуть на привычное всем занятие. У меня вязали все. Начиная с мамы и заканчивая прабабушками, которых я, к счастью моему, застала. То есть, ну, как-то ребенок живет, видит, что женщины, которые его окружают, этим занимаются, и невольно тоже подхватывает и начинает делать то же самое. Поначалу это, конечно, были какие-то небольшие сумочки, рюкзачки из обычных ниток. И постепенно, то есть у меня с вязанием как-то я его бросала, оставляла, потом опять загоралась, начинала вязать. И в очередной раз я вновь занялась вязанием именно крючком где-то, наверное, лет 10 назад. Среди товаров для рукоделия сравнительно недавно появилась трикотажная пряжа и тут же завоевала сердца наших мастериц. Ленточная пряжа известна среди любительниц вязания как спагетти, но родом она из Японии. Фактурность, эластичность, долговечность, доступность, простота в использовании – вот ее преимущество. Из нее изготавливают корзинки, коврики, сумки, украшения и даже мебель. Она довольно крупная, то есть у нее диаметр примерно 8 миллиметров, довольно толстая пряжа считается. Она появилась относительно недавно и где-то около года, если не больше, я к ней просто присматривалась. То есть я ее видела в интернете, к нам в Черкесск ее еще не завозили. И вот волею судьбы я оказалась в другом городе. И, конечно же, зашла в магазин товаров для творчества, ну, собственно, там и приобрела первый моток, первых два мотка такой пряжи. Вот, и стала вязать. И вот эта пряжа, и, собственно, вязание из нее меня, конечно, покорило. Вот уже 4 года, то есть я безотрывно вот этой пряжей пользуюсь, вяжу. В принципе, ну, вот как вы можете видеть, бортики корзинки, они получаются довольно плотные и держат форму. Мастерица уверяет, что научиться вязанию несложно. Главное запастись желанием и терпением. Мне кажется, в любом деле, ну, первостепенно это желание. Потому что, ну, есть категория людей, которые говорят, ну, грубо звучит, но тем не менее, говорят, что руки не с того места растут. Но даже с таким человеком посидишь, то есть, ну, у меня был такой опыт, посидишь, покажешь, все равно хватает немного терпения, усидчивости, и получается изделие. Там, неважно, это вязаные носки или корзинка. Главное – желание. На рукоделие уходит много сил и времени. Но для Замиры главное – видеть результат своего труда, чтобы красота, созданная ее руками, радовала близких. Айгуль Баранукова, Роман Нагаев, Айвар Барануков, Архейс 24. Ну что ж, такими, на наш взгляд, были события дня. Все новости Республики вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю хорошего вечера и только отличных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова